Приветствую вас. Давайте мы сразу определимся с вами по поводу некоторых важных моментов, касающихся вашего текста, ваших высказываний и касающихся возможной помощи вам и моего ответа. Значит, как вам быть и как поступить, вы решаете сами. Психолог вам здесь помочь не может, потому что это ваша жизнь и вам решат, как поступать. Это первое. Второе. Судя по тому, что вы жалуетесь на него, я могу предположить, что именно равноправных отношений с вами нет. Именно равноправных отношений. В том смысле слова, что вы не имеете достаточно точек соприкосновения с своим мужем. Дальше. У вас есть страх по поводу того, что, к примеру, ребенок будет один, никому не нужен. У вас есть страх, что ребенок будет расти без отца. Вот, вы пишите, что боюсь, а потом ребенок будет без родного отца. Скажите, пожалуйста, вот на чем основывается ваша такая позиция? То есть, предположим, что вы с мужчиной своим расстаетесь, предположим, что вы начинаете жить отдельно, и вы считаете, что он абсолютно не будет взаимодействовать никак с ребенком, если вы, к примеру, разведетесь или расстанетесь. То есть, вы знаете, вы видите, вы чувствуете по его отношению к ребенку, что он не настолько его любит, а ребенка не настолько его ценит, не настолько с ним близок, чтобы сохранить с ним отношения после того, как, к примеру, вы разведетесь. Но если это так, то нужен ли ребенку такой отец? На мой профессиональный взгляд, безусловно, нет. Нет, потому что ничего хорошего ребенку такой отец дать не сможет. Я уже молчу о том, что ребенок, скорее, больше получает вреда, нежели чем пользы с таким отцом. Так что здесь, на мой взгляд, либо ваше тотальное непонимание происходящего, либо ложные ориентиры и ценности, либо вы оправдываетесь, ну вот, этой ситуацией с ребенком, да, вы оправдываетесь, а в действительности прикрываете, например, свое, свой страх, свое нежелание, ну, к примеру, оставаться одной, или свой страх одиночества, к примеру. Следующий важный момент, который я хотел бы уточнить и затронуть, это момент поведения вашего мужа. То, что он курит, то, что он выпивает, то, что он ставит, ну, увлекся ставками на спорт, все это говорит об определенной его неуверенности в себе, об определенном кризисе в отношении. И у него проблемы. Я, конечно, не знаю всей истории ваших отношений, но одно могу сказать совершенно точно, что и курение, и алкоголь, это признак недолюбленности. То есть, ваш мужчина чувствует себя неудовлетворенным в плане любви. То есть, человек не любит себя, человек нуждается в повышенной любви к себе, и, соответственно, курит и употребляет алкоголь. Вот. То есть, к мужу нужно относиться именно как к не совсем сформировавшейся, не совсем гармоничной, нуждающейся в помощи личности. Вы же воспринимаете его всерьез, на что указывает тот вак, например, если вы ругаетесь. Далее. Личная ответственность. Знаете, вы ищете виноватых, вы говорите, что это я виноватый, как будто выбрал его. Не то, чтобы виноваты, но вы ответственны. Вы ответственны. Вы ответственны за то, что выбрали этого мужчину, и вы ответственны за то, что каждую свою секунду, условно говоря, вы продолжаете делать этот выбор. Несмотря на то, что вам этот выбор причиняет страдания, вам этот выбор вредит явно, вам этот выбор несет лишь только негатив, но вы продолжаете этот выбор делать. И это ваша ответственность. То есть дело здесь совершенно не в мужчине, а в вас. В том смысле, что этот выбор сделали вы. Вот. Здесь никто не виноват, но ответственность каждый несет. Дальше. Вы пишете, что вы ругались, поругались с ним. Когда вы пишете так, вы снимаете с себя ответственность за то, что вы ругаетесь. Что это значит? Это значит, что когда человек говорит, мы поругались, это означает, что ну как бы его личной ответственности здесь нет. Ну вот мы поругались и все. Но в действительности руганий не было, если бы в ней вы не участвовали. А значит, вы участвовали в этом конфликте, что и привело по большому счету к ссоре. То есть понятно, что и мужчина тоже участвовал в этой ссоре, и он тоже внес свою лепту, но мы это говорим с вами. Поэтому очень важно, чтобы вы взяли на себя ответственность за то, что вы стали одной из причин возникновения ссоры. Если вы не хотите ссориться со своим мужем, то вам нужно взять личную ответственность за себя и за своего ребенка. Понимаете? Ваша проблема в том, что вы не берете личную ответственность. То есть вы пытаетесь поменять своего мужа, хотя люди не меняются. Хорошо, что он просто говорит, но люди не меняются. Вы пытаетесь поменять другого человека, но не пытаетесь поменять себя. Понимаете? Вопрос мотивации этого остается, конечно, за кулисами здесь, потому что не совсем понятно, какая у вас мотивация. То есть мотивацию ребенка, то есть у вас мотивация за ребенок, я, если честно, не верю, я считаю, что здесь какая-то другая мотивация. Вот. Ну, может быть, это все что угодно. Именно ваше желание, именно ваше чувство в этой ситуации нужно исследовать, анализировать и, исходя из этого, уже корректировать ваше поведение и помогать вам разрешать свои внутренние противоречия. Ну, вот. Обратите внимание, что вы оказались в состоянии жертвы. То есть вы поместили себя в такую историю, что вы постоянно сидите с ребенком дома и ждете его. Не можете ничего сделать, не можете ничего сделать сам для себя, чем пишет мой коллега вам. Ну, один из коллег. То есть вы, получается, не самостоятельные, это еще один аспект личной ответственности, вашей личной ответственности. Теперь давайте несколько подробнее исследуем ваш текст для того, чтобы ожидать такие более точечные комментарии. Значит, добрый день, пишите вы, живем с мужем три года. Ну, здесь сразу хочется сказать, что вы не пишите, сколько вы вместе с мужем. То есть то, что вы, к примеру, живете три года вместе, это одно. То есть вы живете вместе три года, это одно. А вот сколько вы знакомы, это совсем другое. То есть это, это не, это не то же самое. Да? Надеюсь, вы отдаете себе в этом отсчет. Это не то же самое. То есть, то есть вы какое-то время еще знакомы. Какое-то время. Давайте мы с вами подумаем об этом. Давайте мы с вами подумаем об этом. Как так вышло, что вы познакомились? Как так вышло, что вы стали вместо? Как так вышло, что вас что-то объединило? Что вас, к примеру, привлекло в нем? Что привлекло вас в нем, и что его привлекло в вас? Ну, к примеру, по вашему мнению. Вот. Важнее ли эта история? Да? Конечно. И вот примерно, примерно это и нужно исследовать. Примерно это и нужно смотреть. Далее вы пишете по поводу того, что, значит, живете вместе вы в три года. Опять же, откуда появилось, ну, желание, влечение, да, стать вместе. Вот. То есть, как вы пришли к этой идее, идее быть вместе. Идея, например, пожениться, идея жить вместе, как это все у вас происходило. То же самое касается и ребенка. То есть, я имею ввиду, как к вам пришла идея в голову, да, завести ребенка. Хотели ли вы ребенка, не хотели вы ребенка, как вы к этому пришли и так далее. Для чего вам ребенок и какие желания вы связывались с ним, тоже очень важный момент. Потому что ребенок здесь, по сути, представляется как аргумент для того, чтобы вы, ну, были в отношениях, чтобы вы продолжали быть в этих отношениях, хотя они вас, в общем-то, напрягают, да, поэтому тут очень важная история. Проводим время редко вместе из-за его работы. А я думаю, что это довольно частая история, когда женщина, к примеру, ждет мужчину, вот, она его ждет, она что-то для него делает, да, она пытается, соответственно, поддерживать домашний очаг, к примеру, вот. Она делает это на, допустим, регулярной основе, вот, мужчина, соответственно, вот, начинает воспринимать это как должен, ну, перестает ценить. Вот, особенно, если это происходит, вот, первый раз, первый брак у вас, первая такая вот история, первый такой опыт, вот, мужчина, значит, начинает к этому привыкать, ну, потому что к хорошему привыкают люди быстро. Вот, и вам в этой ситуации нужно действительно перестать его ждать, то есть перестаньте его ждать, перестаньте с ним вместе ужинать, перестаньте, если вам не нравится, если вам не хочется, если вам неприятно, не нужно этого делать. Пусть он готовит себе сам, к примеру, ужин, там, или кто-то еще, при этом взаимодействуйте с ним, улыбайтесь, там, делайте что-то для него, ну, я имею ввиду, там, по хозяйству, но перестаньте проводить с ним время, вот, особенно, если не хочется. То есть, грубо говоря, вы стали проводить время вместе, редко потому, что вам нечем себя занять, вы не самостоятельны, а он слишком самостоятельный, ну, из-за такого перекоса, и вы перестали ему быть интереснее, он перестал бояться вас потерять, по сути. То есть, он вознуждается, может быть, чувства у него к вам, может быть, есть, но, как бы вы своим вот таким, своей позицией подобной, да, не самостоятельной, неравноправной, уязвимой, зависимой позиции, вы его, соответственно, от себя только лишь отдалите. Вот, пример такого отношения можно, например, увидеть в Анне Карениной, роман Анны Карениной, там, похожая, по сути, ситуация, только там ревность и контроль. Ну, у вас, по сути, тот же контроль и ревность к другу. И вот, поэтому ситуация очень похожая, если что, можете почитать, там, правда, большой роман, но, можете почитать, вы, я думаю, увидите сюда. Глубинная, так сказать, проблема, это отсутствие у вас своей собственной цели, то есть, отсутствие жизни для себя. Да, я уверен, что коллеги вам уже об этом писали неоднократно, вот. То есть, у мужа есть что-то, вот, помимо, так сказать, вас и ребенка, а у вас ничего нет. Я вас не обвиняю, просто говорю, что вы этим уязвимее для него, чем он для вас. Так, если есть возможность, то в последнее время он уходит курить кальян, может выпить, увлекся ставками на спорт. Ну, здесь, смотрите, здесь, конечно, возможно, два варианта событий, два варианта развития событий. Первый вариант развития событий, это, если человек, к примеру, испытывает какие-то серьезные проблемы. Ну, об этом я уже говорил, кризис, и вот это все. Второй вариант развития событий, это, когда вы ему просто стали неинтересны. То есть, вы вот слишком сильно погрязли в домашних, в домашних делах, вы потеряли свою самобытность, вы потеряли свою привлекательность, вы для мужчины, кстати, к сожалению, уже неинтересны. Это неплохо, нехорошо, это просто есть, это просто реальность, это просто факт. Дальше, к нам приходит его друг, и они весь вечер после работы курят, а я одна с ребенком заживу или домашними делами занимаюсь. Ну, это, понимаете, это вот ваш выбор. То есть, тут вот, пожалуй, самый такой переломный момент. То есть, если вы подвергнете критике, критике свое времяпровождение без мужа, и если вы представите или вообразите, что вы можете как-то по-другому проводить то время самостоятельно, то, я полагаю, ситуация может измениться. Или, если вы, например, скажете, что, да, адекватно, объективно, я понимаю, что должно быть так, но я, там, по ряду причин не могу, боюсь, там, что-то еще, тогда с этим можно будет работать. Вот, но они вместе что-то делаем или проводим время. Так, а, в том-то и дело, что, понимаете, как происходит совместный доступ в том, что людям интересно, то есть, мужчине должно быть интересно проводить с вами время, а вам должно быть интересно проводить время с ним. То есть, мы должны разделять его интересы, а он должен разделять вашу. И, в данном случае, себя мотивирует еще и тем, что, по-другому, мужчине, что он боится вас потерять. А если эта ситуация не происходит, то какая мотивация? Вот, какая мотивация у мужчины должна быть проводить свое время? Зачем? Если вы так сидите с ребенком и занимаетесь домашними делами. С чем? Какую ценность вы из себя представляете? Помимо того, что вы жена, и помимо того, что вы мать и хозяинка. Какую ценность вы из себя представляете? Что у вас есть ценного, что у вас есть интересного, что можно, как бы, вот, ну, использовать, как возможность проводить с вами вместе с вами время. Вот. Ответьте себе на вопрос. Значит, как он говорит, устает, хочет расслабиться после работы, а я, получается, не устаю, мне не нужное внимание, я сижу уже дома с ребенком. Это жалоба. Вы действительно устаете, вам действительно нужное внимание, но это ваша ответственность. Опять-таки. Вот. Понимаете, какая история? Как вы себя защищаете от этого, как вы реализуете свои интересы, так это все и происходит. И происходит. Получается, только о себе думает. А вы? Вы думаете о себе? Вы о себе заботитесь? Как это проявляется? Мы только ужинаем вместе. Утром уходит рано очень. Мы не видим все. В последнее время даже нет желания ждать. Его встречат в работе, а затем все равно придется к вам, будет, а я сама вечер проводил. Так вот, так правильно. Если нет, желание не нужно ждать. Но другое дело, что нужно сказать об этом, сказать без обвинений, сказать без агрессии, без злобы, вот, сказать, что дорогой вот так и так, 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 так и так. А вы, по сути, начинаете его контролировать и подавлять, требовать, грубо говоря, что-то от него, принуждать его к чему-то, а это всегда вызывает протест. Смотрите, вы пишете, я начал ему говорить, что мне не нравится то, что он горит. Это, в общем-то, достаточно верная позиция. Если не нравится, вы можете иметь право об этом говорить. Это вредит его здоровью. Это вы уже не имеете права говорить, потому что вы не его родители. То, что время не уделяет, и то, что я тоже устаю, это жалоба. Понимаете? То есть вы начинаете требовать. Тогда как нужно было сказать, мне не нравится, что ты кубришь, это мне вредит, там, потому-то, 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 да? У вас аллергия, к примеру. Вот. Ты знаешь, в последнее время я не чувствую, что я нужна тебе, а в последнее время я чувствую усталость. Вот. Скажи мне, к примеру, все ли у нас нормально. И если вы скажете, что все нормально, вы соглашаетесь, начинаете уже действовать более автономно. Все. Вы же, вы же, как-то стали торговаться, как-то стали, там, продавливать свое решение, что является, к сожалению, очень негативной позицией. Выдавите на человека, человек делает что-то против. Он, нет, мы поругались, да? Ну, по поводу, мы поругались, я уже сказал. Обвинил меня, то есть я ему запрещаю, это правда. Особенно человек, у которого, вот, есть нехватка любви, то есть недостаточно зрелое личность, она воспринимает это именно, именно так, ну, такую позицию. А вы пишите, так я тоже назло могу тогда начать пить, курить, и я не думаю, что ему будет приятно приходить домой, где нет порядка, где нет ужина, и тогда. А вот пусть. Пусть он придет домой, где нет порядка, где нет ужина, и так далее. Пусть. Вы же этого не делаете. Пусть придет. Пусть увидит, к чему привели последствия его решения. Это будет здравая позиция. Ну, только вам пить и курить, наверное, не стоит. А так пусть. Вот, и тут опять же вы за него решаете. Сказал, если что-то мне, здрасте, здравейший, я доволен, не боится вас потерять. Я уже так уезжал, он потом извинился, но курить не бросил. Ну, ай, толку от извинений, если решение не выработано. Ранее он курил сигареты, когда я была беременна, бросил курить, и пивился вдруг с кальяром, начал курить кальяром, при этом этот запах на полуквартира. Но опять же, да, вы имеете право это не терпеть. Вот, про ребенка, как сказал, значит, выпить, что он считает, что я слишком требую внимания, и возможно, и возможно, это так. По крайней мере, он чувствует давление на себя, этого не должно быть. Считает, что прогулка с ребенком совместно и поужинать вместо этого хватит. Это опять же его решение, это его выбор, его выбор вам нужно уважать. Хотя, если что-то не нравится, вам нужно самой думать, как это реализовать. Потому что, еще раз повторю, поменять человека невозможно другого. Раньше мне нечестно, но ходили гулять на набережь, но в кино куда-то просто выходили посидеть кофе попить. А сейчас я с вами днями дома сижу, раз в неделю, возможно, вместе выходим с ребенком гулять. А вот что изменилось, что изменилось, подумайте, что изменилось. Раньше было так, сейчас так. Что-то поменялось. Он знал с первого дня знакомства, что у меня бывает аллергенный табачный дым, поэтому я бросил курить сигарету. Заметьте, у вас аллергенный табачный дым, но курить почему-то должен бросить его. С первого дня знакомства он знал, что у вас аллергенный табачный дым, вы это тоже знали, но вы выбрали мужчину, который курит. Почему? Смотрите, тут такое ощущение, что вы подсознательно лишаете себя гармонии брака, вы подсознательно выбираете тех людей, которые вам не подходят, которые же счастье вам не приносят. Вопрос только в том, для чего, какую экзистенциальную позицию вы пытаетесь подтвердить, это нужно выяснить. Вот. Ну и по поводу того, что вы виноваты, я тоже вам сказал. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает все его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.